Здравствуйте дорогие друзья! Речь пойдет про железо. Почему оно очень важно для нашего организма, чем проявляется нехватка. Меня зовут Лесенкова Ольга, я практикующий врач-невролог. Если вас интересуют вопросы здоровья, медицины, подписывайтесь на канал. Железо имеет основную функцию перенос кислорода. Это крайне важно, потому что мы живем пока мы дышим. Еще одной важной функцией железа является активация нашей иммунной системы. Работа интерлекинов тесно связана с присутствием железа. Суточные нормы отличаются в зависимости от возраста и пола. В детском возрасте чаще всего требуется от 8 до 10 мг железа в сутки. У подростков начиная с 14 лет потребность в железе очень сильно отличается у девочек и у мальчиков. Потому что у девочки, как правило, в этот период начинают менструировать и идет кровопотеря. В подростковом возрасте у мальчиков потребность 11 мг в сутки, у девочек 15 мг в сутки. Что касается взрослых людей, примерно от 19 до 50 лет, также есть разница между мужчинами и женщинами. У мужчин, как правило, потребность 8 мг, у женщин 18. Люди в возрасте 51+, независимо от пола, имеют потребность в железе примерно 8 мг. Разница в потребности между мужчинами и женщинами пропадает, потому что после 50 у женщин менструации нет, кровопотеря прекращается и, соответственно, потребность в железе снижается. Что касается содержания железа в продуктах, оно разделяется на два вида – гемовое и негемовое железо. Гемовое железо, связанное с гемом, соответственно, это в продуктах животного происхождения. И в основном речь идет про кровянистые продукты – это красное мясо и печень. Негемовое железо содержится в растительных продуктах. Особенность в том, что гемовое железо усваивается гораздо легче, быстрее, в отличие от негемового. В каких продуктах содержится много железа? Безусловно, это красное мясо и печень – это рекордсмены. Это морепродукты, орехи и овощи. Попытки восполнить нехватку железа с помощью таких продуктов, как яблоки, гранаты или сок яблочный гранатовый, а также гречка, обычно имеют низкий эффект. Как врачи выявляют дефицит железа? Сдать анализ только на содержание железа в сыворотке бывает недостаточно. Крайне важно посмотреть такие белки, как ферритин и трансферин. Бывает так, что железо в сыворотке нормальное, а ферритин очень низкий, или трансферин очень низкий, либо оба показателя. Ферритин – это белок, который является своего рода хранилищем нашего железа. Ферритин связывает железо, формирует своего рода депо, запас и расходуется по мере необходимости. А трансферин – это транспортный белок, то есть он транспортирует железо. Если трансферин низкий, то даже если вы достаточно потребляете железо с пищей, оно не может быть транспортировано в те зоны, где оно необходимо. Поэтому очень важно, чтобы был нормальный трансферин. Снижение белков может быть при различных заболеваниях печени, при недостаточном поступлении белка с пищей, и тогда даже при достаточном поступлении железа в организм может наблюдаться дефицит. В силу особенностей диагностики, очень важно замечать симптомы, признаки железодефицита, на которые врачи обращают пристальное внимание. В случае железодефицита у пациентов меняется кожа, волосы, ногти. Часто это выпадение волос, ломкие, хрупкие волосы, секущиеся кончики. Конечно, это более заметно у женщин, у которых длинные волосы. Ногти меняют свою форму. У детей очень заметное изменение ногтей, когда они растут как будто бы немножко вверх. То есть они имеют такую вогнутую форму. Могут быть деформации, волнообразный ход ногти. То есть меняется ногтевое ложе. Кожа может становиться сухой, морщинистой, шершавой. Это также связано с дефицитом железа. Хотя, безусловно, для этих проявлений могут быть причины разные. Железодефицит – это как один из вариантов. Если дефицит железа приводит к развитию железодефицитной анемии, то есть когда уже снижается количество гемоглобинов в крови, тогда могут появляться другие симптомы. Например, одышка. То есть незначительная физическая нагрузка приводит к учащенному дыханию. Также могут быть эпизоды сердцебиения учащенного, что также связано с необходимостью обеспечить головной мозг кислородом. И в условиях железодефицита анемии это возможно сделать, только увеличив частоту сердечных сокращений. Поэтому пациенты начинают жаловаться на слабость, на плохую переносимость физической активности, на быструю утомляемость, а также на боль в мышцах. Даже от незначительной нагрузки. Очень характерным симптомом железодефицита является извращение вкуса. Когда тянет на что-то несъедобное, например, пациенты начинают кушать мел, это касается часто детей, беременных женщин, которые в группе риска по дефициту железа, может тянуть на необработанные продукты. Например, поедание сырого картофеля, сырого теста и прочие вкусовые пристрастия, которые на первый взгляд кажутся странными. Очень часто в период беременности, это известно всем, и по этому поводу есть даже много анекдотов и шуток, у женщин появляется желание съесть что-то необычное, сочетание каких-то странных продуктов. Это зачастую связано именно с железодефицитом. Кто входит в группу риска по дефициту железа? Безусловно, это быстро растущий организм, то есть дети, это люди с высокими нагрузками, чаще всего речь идет про спортсменов, беременные женщины, люди, у которых есть какая-то кровопотеря, это может быть геморрой кровящий, это может быть кровопотеря в результате травмы, женщины с обильными менструациями, также послеоперационная кровопотеря. И, конечно же, в группе риска пациента с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, это может быть язвенная болезнь, кастриты различные, гельминтозы, это те факторы, которые нарушают всасывание железа, даже если оно поступает в достаточном количестве. Что еще может препятствовать нарушению всасывания железа? Это потребление его вместе с большим количеством кальция. Например, молоко, если пациент много молочных продуктов использует, однозначно нарушает всасывание железа. В присутствии кальция железо всасывается гораздо хуже. Пациенты с нарушенной секрецией желудочного сока, панкреатического сока, с нарушением оттока желчи, также могут иметь железодефицит. Потому что дефицит пищеварительных соков приводит к нарушению расщепления, обработки пищи и, соответственно, к нарушению усвоения железа из продуктов. Такие заболевания, как атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, различные колиты, энтериты, паразитозы. Пожилые люди часто имеют железодефицит по разным причинам. Это может быть и наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, это могут быть проблемы с зубами, которые приводят к тому, что люди избегают потребления мяса или других продуктов животного происхождения. Это нехватка финансов для покупки таких продуктов. И, конечно, с возрастом снижается секреция пищеварительных соков, что тоже влияет на усвоение железа. Что же делать, если выявлен железодефицит, либо выявлено явное железодефицитное анемия? Необходимо обратиться к врачу для того, чтобы выбрать оптимальный способ коррекции дефицита. Есть очень много препаратов, которые принимаются внутрь. Есть препараты для внутривенного введения, когда нужно быстро восполнить дефицит. Особенно это касается беременных, потому что при выраженном железодефиците существенно нарушаются процессы в организме плода. Те пациенты, которые восполнили свои дефициты, обычно с радостью сообщают, что они стали более работоспособными, более бодрыми, мир засиял другими красками, лучше соображает голова, проходит одышка, проходит сердцебиение, мышечные боли, меняются в лучшую сторону ногти, кожа, волосы. Что касается неврологических осложнений, при длительной, многолетней, достаточно тяжелой железодефицитной анемии развивается такое состояние, как синдром беспокойных ног. Это связано с формированием полиневропатии. То есть длительное нарушение питания тканей, в том числе нервных структур, на фоне анемии, нехватки кислорода, приводит к нарушению оболочки нерва. То есть нарушается миелин. Чаще всего я это заболевание встречаю у женщин пожилого возраста, которые много лет страдали железодефицитной анемией и недостаточно хорошо восполняли этот дефицит. Синдром беспокойных ног проявляется различными неприятными ощущениями в ногах, которые мешают пациентам уснуть. Это и болевые ощущения, и мурашки, они менее покалывания, потребность постоянно двигать ногами, перекладывать их с места на место. Это выматывает, истощает нервную систему. Если синдром этот возник на фоне железодефицита, восполнение железа позволяет уменьшить эти проявления. Но не сразу, потому что для повреждения нервов, конечно, нужно много времени и быстро восстановить только одним восполнением дефицита не получается. Что касается железодефицита у мужчин, это всегда грозный симптом. Если у женщин есть кровопотеря постоянная, регулярная, то железодефицитная анемия у мужчины может говорить о наличии заболеваний кишечника, в том числе онкологических, при которых есть скрытая кровопотеря. Либо достаточно частый вариант, который встречается в наши дни, это кровящий геморрой. Если мужчины длительное время не обращаются к проктологу, используют прокладки, то есть кровотечения частые, хронические, многолетние при геморрое могут быть, это тоже может приводить к развитию железодефицитной анемии. В итоге общая слабость, вялость, снижение работоспособности и все остальные симптомы. Если вы нашли у себя какие-то признаки дефицита, имеет смысл сдать натощак кровь и проверить как минимум общий анализ крови, железо, ферритин и трансферин. Если будет отклонение от нормы в каких-то из этих показателей, обратиться с результатом к терапевту либо к гематологу и восполнить дефицит. Субтитры создавал DimaTorzok